В эфире телеканала Кубань 24, программа на стороне закона итоги. В ней мы отражаем криминальную картину недели, дополняя развернутыми интервью с гостями, сюжетами от наших коллег по всему краю, спецрепортажами от корреспондентов программы, которые готовятся специально для итогового выпуска. Меня зовут Вячеслав Ширяев. Здравствуйте. Сегодня в программе. Вместо желаемого товара с карты Коснодарки была списана денежная сумма. Деликатес из-под ножа мошенника. Какова на вкус пицца за 87 тысяч рублей? Самое главное научить ребенка говорить нет. А на нет суд все равно будет. Продолжение истории семейного фотографа-извращенца из Краснодара. Инвестиции для чайников. Разбираем правила фондовых рынков с нашим специальным гостем. Пожалуй, самым громким событием уходящей недели стала парочка молодых людей, которые осквернили мемориал «Малая земля». Не хочется говорить обо всех, но все-таки с некоторыми представителями современной молодежи явно что-то не так. Не оскудеет земля кубанская на мошенников и их жертв. Жительница краевого центра так и не попробовала самую дорогую пиццу в Краснодаре. По набережной в Анапе и Геленджике теперь только пешком. Об этих событиях и не только. Далее в программе. Любовь, похожая на срок. В Новороссийске осудили молодую парочку, за отношениями которых на выходных следили жители города и окрестностей. Ребята, опьяненные страстью и шестипроцентными коктейлями, устроили брачные игры на мемориале «Малая земля». Выпили, посидели без штанов, разбили бутылки и сняли видео, которое выложили в Инстаграм. Потом испугались осуждения, удалили, но было поздно. Кадры осквернения памятника утекли в группы, аккаунты города, а после дошли до полиции и дальше в суд. Саша, 21-летний герой-любовник, получил 15 суток ареста, а его 22-летняя Джульетта 14 по статье 20.1 Административного кодекса. Заседание закончилось, а расследование другого дела этой парочки только начинается. Стало известно, что когда парень бил бутылки, он повредил верхний слой плитки мемориала, а это уже статья УК РФ. Раскрыть угон, задержать преступника и помочь пострадавшим в аварии – краткий сюжет квеста, разработанный госавтоинспекторами Абинского района. Его на днях испытали студенты местного техникума. На игровых станциях ребята примеряли роли водителя, полицейского, спасателя и фельдшера скорой помощи. Все наши движения должны быть четкими и все наши движения должны быть ровными. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Экипировка, бронежилеты, каски, медицинские носилки была настоящая, как и учителя, работники скорой ГИБДД и МЧС. Дополнением к курсу стали приемы самообороны. Станция была конечной, называлась «Задержание преступника». С этого положения. Постоянно делаем больно, немножко можно наступить, чтобы ему было больно, перевезти его сюда опять. И это так же самое продолжение было. Или подержать его так, пока товарищ подойдет. Посидеть за рулем авто, достать человека из машины и задержать своего преступника смог каждый студент. За навыки сказали спасибо, а квест попросили повторить. Пицца за 87 тысяч рублей. В Краснодаре местная жительница заказала итальянское блюдо по цене поддержанной отечественной легковушки. Думала, что сеть проверенная, доставка быстрая, а цены демократичные. Все так и было, но в одном Краснодарка просчиталась. Сайт оказался копией. При регистрации на интернет-сайте, который по факту был фишинговым, потерпевшая была убеждена, что пользуется услугами популярной сети ресторанов быстрого питания. Однако не обратила внимания на несоответствие одной буквы в названии организации. После введения своих личных банковских данных, в том числе секретного трехзначного кода карты, вместо желаемого товара с карты Краснодарки была списана денежная сумма в размере более 87 тысяч рублей. Обман через интернет статью не меняет. 159-я, часть 3-я ждет мошенников с условием, если найдут. Закончим цитатой дня. Покупаешь на сайте, смотри адрес строки. Зазевались до больничной койки. В Геленджике на набережной столкнулись мужчина на электросамокате и велосипедистка. От удара девушку опрокинула, и она упала на затылок. До приезда медиков рулевая велосипеда теряла сознание. В больнице ей диагностировали сотрясение мозга. Этот случай стал толчком для новых мер властей Геленджика и Анапы. Улица набережная, она является пешеходной зоной. Здесь запрещено движение велотранспорту. Установлены соответствующие дорожные знаки 2.9, которые говорят о том, что движение на велосипедах запрещено. Выявляем нарушителей, предупреждаем гостей и жителей курорта о соблюдении правил дорожного движения и мер личной безопасности. В Анапе оградили знаками набережную на въездах с улицы Таманской и переулка Кордонного. Там теперь можно только катить велосипед, либо гулять пешком. Мэр Геленджика закрыл курортную часть города. Напоминать о правилах жителям будут казаки и полиция. Тяжело в учении, легко в бою. Сочинские спецслужбы провели экзамен на Адлеровской ТЭС. Спасатели и пожарные отрабатывали сценарий. Разгерметизация цинстерны с аммиаком. Это взрывоопасный газ, который поражает глаза, дыхательные пути и приводит к смерти. Эвакуировали пострадавших на носилках и тросах спасатели. Оказывали первую помощь врачи мобильного госпиталя. Огнеборцы 10-го отряда были на передовой. В костюмах против радиации и под прикрытием водных пушек они заклеивали пробоину трубопровода пневмопластырем. Всего в учениях участвовало 137 человек и 28 единиц техники. Оценивали навыки сотрудников. Числом пострадавших их нет. 14 апреля в Краснодаре в дом по улице Промышленная, 23, заходит 8-летняя девочка. Она идет по лестнице, вызывает лифт, поднимается на свой этаж, выходит. Через несколько метров для нее погаснет свет. Сзади кто-то стянет шапку на лицо и начнет домогаться. Это был подросток, который следовал за школьницей от входной двери подъезда и хотел изнасиловать, но не успел. В этом же подъезде, 21 мая, 10-летнюю девочку караулил мужчина, известный в интернете как семейный фотограф. Почему история повторяется? Кто эти извращенцы и как уберечь от них детей? Подробности далее. Хотел заглянуть ей под юбку. Это слова семейного фотографа на предварительном допросе. Десятилетняя девочка на видео шла со школы домой. Незнакомого дядю она заметила по пути. Когда они вместе подошли к домофону и дверь открылась, он как бы вежливо пропустил ее вперед. Девочка отказалась. Первое правило для родителей. Научи ребенка говорить «нет». Самое главное – научить ребенка говорить «нет». Объяснить, что взрослый мужчина, не обязательно взрослый, это может быть юноша, могут представлять опасность. И опасность, прежде всего, объяснить в словах боль, страх, какое-то насилие. Хищник спрятался в высокой траве. Нижний этаж дома и стал ждать. Девочка не заходила. За дверью она звонила в домофон. Потом, выждав время и позвав родителей на помощь, резко вбежал в подъезд и бросилась на ступеньки. Это правило два и три. Зови взрослых и расскажи родителям. Парадоксальная ситуация. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что нужно бояться, да, а с другой стороны, мы говорим, что нужно обращаться за поддержкой. И искать поддержку следует у людей, которые в форме. Если что-то подобное происходит, обязательно рассказывать родителям. Мать девочки, посмотрев видео с камер подъезда, вызвала полицию. А через несколько дней правоохранители задержали педофила. Сомнений о последнем факте нет. Есть доказательства. Шестая секунда, четырнадцатая секунда, минута тридцать шесть. Тайм-коды видео, где мужчина трогает себя за причинное место. Не списываем и факт преследования девочки на улице и в подъезде. Рекомендации, как спастись в такой ситуации, дает полиция. Не заходить с такими лицами в закрытые помещения, подъезды и лифты. При необходимости выйти из ограниченного пространства в общественное место, где присутствуют люди. Если у ребенка имеются опасения, то необходимо незамедлительно позвонить своим родителям, либо по номерам телефонов экстренных служб 102-112. В случае возможного преследования со стороны неизвестного необходимо убежать, при этом криками громко позвав на помощь. При подобных ситуациях в подъездах жилых домов, также можно нажимать на квартирные звонки, стуча по входным дверям. На основном допросе фотограф заявил, в кроссовке что-то попало. Решил достать в подъезде. Снимать обувь при девочке не хотел и подождал, пока она уйдет. Но вот загвоздка. На улицу мужчина вышел так и не разувшись. Оксана Андреенко, Григорий Филюшин. На стороне закона. Итоги. В последнее время россияне стали больше интересоваться фондовыми рынками. Как не ошибиться при размещении инвестиций и не потерять свои деньги, в интервью расскажет руководитель направления экономического управления Южного, Главного управления Банка России, Петр Воронин. Начнем с АЗОВ. Что же такое фондовый рынок? Рынок ценных бумаг – это часть финансового рынка, где осуществляется привлечение и перераспределение капитала через выпуск и обращение ценных бумаг. За счет этого развивается экономика. Как? Это очень просто. Предприятие выпускает собственные ценные бумаги и выставляет их на продажу, а инвесторы их приобретают. Таким образом происходит движение свободного капитала. И этот капитал привлекается в виде инвестиций в новые какие-то проекты. Именно этого предприятия, которое выставило эти бумаги? Да, именно этого предприятия. Это может быть любое предприятие? Есть определенные требования к компаниям, которые собираются выпускаться на рынок то ли облигаций, или это акции. Эти требования установлены нормативными актами Банка России, законом федеральным 39ФЗ. Предприятие должно иметь существенные запасы выручки и нагрузка на бюджет предприятия долговая должна соответствовать низким показателям. То есть должно быть достаточно серьезное большое предприятие? Вы знаете, в последнее время выпуски облигаций осуществляют и малые предприятия. И для этого правительство России выпустило постановление в 2019 году о поддержке выпусков такими малыми предприятиями облигаций. То есть там идет поддержка государства и по выпуску облигаций, и по обслуживанию облигаций. То есть этот рынок развивается. А вот как вы думаете, с чем связан интерес, повышенный интерес россиян к фонду? Да, действительно, по данным Московской биржи, на начало марта количество розничных инвесторов составляет более 10 миллионов. О чем это говорит? В первую очередь, наверное, о том, что инвесторы ищут более высокую доходность, чем по вкладам. Второе, это, конечно же, цифровизация финансовых услуг. Теперь можно открыть инвестиционный счет, не выходя из дома. Третье, это, на мой взгляд, не маловажная причина, это поддержка государства, ну и контроль за деятельностью брокеров со стороны регулятора. Другой стороной Банк России фиксирует вот такой всплеск розничных инвесторов и связывает это с развитием недобросовестных практик. То есть, граждане приходят в банк открыть, допустим, вклад. Под видом вклада гражданину могут предложить инвестиционный вклад, то есть большую доходность. И таким образом гражданин, сам того не зная, становится инвестором. И вот эту практику, возможно, вот за счет нее тоже вот такой регистрируется всплеск именно на розничных инвесторов. О чем нужно обязательно знать при размещении своих инвестиций? Очень хороший вопрос. В первую очередь я бы хотел отметить, что идти торговать на биржу без базовых знаний категорически нельзя. Можно просто все потерять. Человек должен получить базовые знания. Для этого Банком России на своем сайте «Финансовое просвещение» ведет целый раздел, посвященный, как можно приумножить свои собственные средства. И там можно найти информацию, что такое биржа, чем отличается акция от облигаций или, например, что такое поевые инвестиционные фонды. Петрушка кудрявая, срок кучерявый. В это трудно поверить, но безобидное растение в саду может подвести под монастырь, точнее под статью. Еще в 2011 году Роспотребнадзор причислил петрушку кудрявую к растениям, содержащим сильно действующие наркотические ядовитые средства. Теперь причина ее популярности на рынке раскрыта, а мы-то думали, все дело во вкусе. Но не спешите хвататься за тяпки и уничтожать компромат в огороде. Тут есть нюанс. Во-первых, запрет касается лишь семян. Во-вторых, уголовная ответственность будет грозить дачнику только в том случае, если правоохранители докажут, что семена выращивались со злым умыслом. После разоблачения злодей попадает под 228-ю статью Уголовного кодекса. Содержать собственные участки становится и рискованно, и дорого. Штрафы грозят также тем, кто не удосужился искоренить сорные растения, например, борщевик сосновского, мята полевая, осод полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи и амброзия разных видов. Это не все наши новости. Вот что будет во второй части выпуска. Антигрузовая диета. Краснодар худеет к летнему сезону. Экскурсии в горы на джипах. Как отдохнуть дешево, полезно и безопасно. Мопеды детям не игрушка. Любовь чада к скорости. Горе родителей. Это программа на стороне закона итоги. Мы продолжаем. Грузовикам въезд запрещен. В Краснодаре запустили проект «Грузовой каркас». Это программа очистки дорог города от крупноговоритных автомобилей. Она пройдет в пять этапов. Первый – центр города. Ограничат семь улиц. Второй – западная часть. Микрорайоны фестивальный, юбилейный и славянский. Дальше закроют юго-восточную, а после восточную – это третий и четвертый этап. А закончат с северной, пятой частью микрорайоны музыкальные, восточно-кругляковские плюс поселки. Почему в городе ограничивают движение грузовых автомобилей и кому это выгодно, разбиралась наша съемочная группа. Аварии пробки «Краснодар» – синоним одной проблемы – грузовики. Ежегодно через столицу Кубани перевозят свыше 8 миллионов тонн грузов. В рублях это 86 миллионов на ремонт. Дороги под тяжестью фур и грузовиков лопаются. Появляются трещины, ямы и, как следствие, заторы и ДТП. Убрать грузовики с основных транспортных путей города – вынужденная мера властей. Мы видим, что грузовой транспорт занимает достаточно линую долю потоки. И зачастую грузовым автомобилем пользуются в качестве транзита или не для совершения перевозки грузов, а для выполнения личностных каких-то моментов. То есть транспорт начинает использоваться не по назначению. Одна фура – это в среднем три легковушки. Если в пробке из 100 машин 10 грузовых – это на 20 авто больше. Значит, считаем грубо, больше процент аварий, шума и выбросов выхлопных газов в атмосферу. На снижение этого показателя и работает проект «Грузовой каркас». Власти постепенно будут удалять районы из маршрута грузовиков и смотреть, как изменился процент. Первый этап будет реализовываться в исторической центральной части города. Основные улицы здесь уже запрещены для проезда грузового транспорта. Часть улиц, которые еще не запрещены, предполагается установка соответствующих знаков. Фото-видео фиксации, чтобы контролировать процесс. И очень быстро наведется порядок в центральной части города. Логистика компании при этом не пострадает. Перевозчикам дадут альтернативу. Улицы, где можно ездить и доставлять на грузовиках товар. В центре их будет 11. Также под действие запрещающего знака не попадут муниципальный транспорт, фургоны Федеральной почтовой службы и грузовики-стройняшки, обслуживающие магазины и предприятия. К ним два требования. Вождение без прицепа и вес до 26 тонн. Первый этап проекта «Грузовой каркас» закончат до конца 2021. А всю программу планируют реализовать за 1,5-2 года. После запустят третий из 12 проектов по улучшению Краснодара. Велогород. Станислав Юдин, Григорий Филиушин. Настроение закона. Итоги. В июле прошлого года в районе Анапы опрокинулся УАЗ. Водитель превысил скорость и потерял контроль. В том же месяце в Адлере с иномаркой столкнулся ГАЗ-69. Машина улетела в Кювет. Внутри было 6 человек. На Кубани стартовала операция джиппинг. В курортный сезон прогулки на железных конях пользуются спросом у туристов. Горные поездки – это полезно, красиво, но опасно. На последний показатель влияет маршрут и состояние машины. С начала мая сотрудники ГИБДД остановили 213 неисправных джипов. Сотрудники госавтоинспекции прекратили государственный учет 21 автомобилю. В отношении водителей и недобросовестных предпринимателей составили 489 административных материалов, в том числе без ОСАГО. 112 фактов, 51 нарушение перевозки пассажиров, 8 водителей вовсе не имели водительского удостоверения. По правилам джипы для таких поездок имеют 8 посадочных мест, а также страховку жизни, здоровье и имущество пассажиров. Запрещается езда по воде крутым склонам и спускам. Плюс к пункту незаконно относятся прикручивания доп. сидений и поездки без путевого листа. Продолжаем повышать свою финансовую грамотность. Сейчас узнаем несколько правил для работы на фондовом рынке. Расскажет об этом руководитель направления экономического управления Южного главного управления Банка России Петр Воронин. Главное хотелось бы отметить то, что на рынок инвестиций нужно выходить тогда, когда ты создашь свою подушку, собственную подушку безопасности. Подушка безопасности это наименее рисковый финансовый инструмент, например, вклад, который застрахован государством, по которому, если ты досрочно изымешь средства со вклада, ты потеряешь только процентную ставку, но вернешь деньги. То есть, когда у тебя есть подушка безопасности и где-то на три месяца у тебя должно хватить средств, когда ты вдруг внезапно потеряешь в связи с риском на фондовом рынке все свои деньги, чтобы можно было эту подушку безопасности максимально быстро распечатать, ну и три-шесть, до девяти месяцев ты смог существовать спокойно. Поэтому личный опыт, осторожность, осознанность, ну и плюс есть еще, знаете, такая хорошая фраза «не кладите все яйца в одну корзину», ну что называется диверсификация. То есть, когда человек приходит на фондовый рынок, ну в первую очередь, конечно, нужно посмотреть, пооценивать, что наименее рисковое, начать с этого. Хорошо, но вот все-таки, если мы заговорили о грамотности финансовой, помимо, допустим, сайта Банка России, где еще можно вот этими знаниями подпитаться? Ну, вы знаете, на самом деле, очень много сейчас в интернете идет и рекламы, и каких-то компаний, и самих банков, и вы наверняка получаете часто предложение, пройдите курс, но делать это, опять же, нужно осознанно. Но тут надо понять, кому доверять. Да, кому доверять, совершенно верно. И для этого, когда человек выбирает ту или иную финансовую организацию, брокера или инвестсоветника, нужно в первую очередь проверить вообще легитимность его деятельности. Ну, наличие лицензии или включен ли он в реестр Банка России. Для этого нужно зайти на сайт Банка России и проверить наличие лицензии. Можно воспользоваться такой приложением онлайн-ЦБ. Там тоже можно проверить, включен ли та или иная организация в реестр Банка России, ну, или имеет лицензию. Сейчас я много слышу о том, что люди действительно стали повально доверять другим людям, которые говорят, я вложу твои деньги, мы заработаем, и все будет хорошо. То есть нужно обязательно, чтобы у этого человека был сертификат, и этот сертификат был зарегистрирован, и вот только тогда к нему можно будет обращаться. Тогда можно ему, ну, доверять, по крайней мере, со спокойной душой, что может быть что-то вернется. Ну, во-первых, доверять людям, которые вам советуют, куда вкладываться, и какие бумаги покупать, да, и рассказывают про свой опыт. На фондовом рынке вот прошлые опыты, да, там, падений или ростов стоимости акций, облигаций, их можно перечеркнуть, это ноль. Человек должен работать сам, он должен на своем опыте понимать, он должен разбираться. То есть, если он не разбирается, тогда, как вы правильно говорите, можно прибегнуть к услугам инвестсоветника или брокера. Тогда будет намного проще, но все равно, мне кажется, базовые знания должны быть. Обязательно. Базовые знания, они формируют у человека, если можно так сказать, риск-аппетит. То есть человек не бежит и не вкладывает средства все в одну бумагу. То есть он понимает, что вообще, как идти на финансовый рынок, он сначала формирует, как мы уже говорили, подушку безопасности. Дальше это, конечно же, диверсификация. Есть еще одно, кстати, очень правильное правило, это не использовать заемные средства. Тогда просто, как вы можете получить высокую доходность, все понимают, что мы можем получить высокий убыток. И если это будет плечо или, как мы называем, заемные средства, то будет гораздо больнее. То есть здесь лучше все-таки рисковать своими? Рисковать своими, рисковать осознанно, оценивать риски своих вложений. Купите себе велосипед, не пожалеете, если останетесь живы. Марк Твен. Ироничная фраза из 19 века, к сожалению, актуальна и сегодня. Мототранспорт не игрушка, невинные детские развлечения без контроля взрослых заканчиваются трагедией. Только с начала года в ДТП погибло 11 несовершеннолетних. Более 300 получили травмы различной тяжести. Госавтоинспекция сообщает, что большинство таких дорожно-транспортных происшествий происходят по вине детей, находящихся за рулем велосипедов, мопедов и скутеров. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент нацелены на пресечение и предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних, которые управляют транспортными средствами. Управлять транспортными средствами, такими как мопед, электросамокат, мощностью более 250 кВт двигателем, могут лица, достигшие 16-летнего возраста, с открытой категорией М. То есть они должны пройти обучение в автошколе, сдать на водительское удостоверение и получить водительское удостоверение категории М. Если ребенок совершил такое правонарушение, сотрудники Госавтоинспекции составят административный протокол с формулировкой за управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения, и передадут материалы в комиссию по делам несовершеннолетних. Это не значит, что у любимых чат нужно срочно отнимать транспортные средства. Просто будьте внимательны, и прежде чем прививать малышу любовь к мотоспорту, объясните правила дорожного движения. Это была программа «На стороне закона. Итоги». Каждую неделю мы с коллегами рассказываем и показываем вам криминальную картину края. Помните, что оступиться очень легко, а вернуться к нормальной жизни достаточно сложно. Всегда оставайтесь на стороне закона. Продолжение следует...